всем приветики 26 марта привет синичка ночью снова шел снег все машины с него он я как посмотрю мой соседушка он чистит который мне перекрывал мой вход в мою машину и кусать надо тебе кушать надо днем по-любому все растает сколько сейчас градусов сейчас минус 2 через ты прилетел ты посмотри кивы голодные с утра сейчас ладно уедет это тут чудо вперед чтобы глазами тут не зыркал какие окно открываю птичьи кормлю да пускай уедет я вам насыплю также интересно за вами наблюдать я не могу такие же вы забавные сколько вас сегодня много и воробьей там скачут голуби уже прилетали улетели ладно пока сейчас сниму свои огороды с подоконника какие вы жирненькие малюбуски смотрите узбек разелень это как тебя зовут редиска редиска почему-то в разных корыцах может быть здесь лучше увлажняла по-разному она прорастает я думаю ее загубила нет все нормально прорастает учеряются это вот свекла на еще никак ничего больше я пока ничего не сажала из микрозелени все насыпала корм соседушка усвистал чистить вторую машину у них две машины одна его одна жены и я только недавно заметила просто случайно он чистит сначала свою машину потом идет чистить жены машину вот такой вот муж порядочный можно сказать но как человек я не знаю не очень по крайней мере вот это тот стал со мной здороваться который мне пинал машину сам сам первый стал здороваться этот меня миллион раз видел рядом были рядом машины чистили и не гу-гу и не жужу вот он первый начал со мной скандал вернее не скандал даже а объяснение за место под солнцем за место парковки я его не трогал он первый начал поэтому первое здороваться я не собираюсь гляньте сколько работяг слева вон возле автобуса чё не пешком куда они пошли обычно здесь грузят и куда-то увозят на работу тут они куда-то песочком а ну-ка ну-ка не в банк слушайте все в банк просто все оптом в банк наверное за зарплатой ну чё тут за фигня на подъеме авария что ли ну да чё-то все перестраиваются в мой ряд мой ряд либо авария либо кто-то не может подняться хотя не очень не скользко ну пропусти ты справа пусть выйдут но что-то автобусик слушайте нет скользко вот я тоже буксую все-таки скользко наверное просто не могут подняться машины да так и есть у нас шлифовали дорогу как будто на ручнике еду алё все давай езжай уже ланос ты же не грузовик вот машина гляньте пытается чё она пыталась то поехать ее чё-то закрутила раскрутила ли она специально так поехала елы-палы давай нет ее крутануло гляньте я еду она не едет нифига ну ничего себе вот это да вот это фишка чё с землей то чё с покрытием дорожным вот она эта машина впереди едет которую развернула на светофоре я знаете чё думаю слава богу справа в ряду никого не было если бы ее так развернуло и там стояли машины то по-любому была бы авария а вон впереди опять же видите проверяют машины вчера читала опять же новости никак не поймают этого насильника до сих пор останавливают машины до сих пор проверяют все полностью в том числе и даже багажники и хвалят очень сотрудников дпс потому что очень вежливые очень такие приветливые дети очень рады с ними встречаться потому что некоторые дети тоже едут и очень рады когда вот эти вот сотрудники дпс заходят разговаривают приветствуют им очень-очень это нравится привет работа гляньте какая травка у меня уже здесь для свинок выросла еще денек два максимум и можно будет уже срезать пришла на работу хотела попить чаю пришла бухгалтер ольга александровна налила себе кофе навоняла вкусно кофе теперь я хочу кофе у вас чего терминал бабки бабки я рассказываю как я их снимал я тут думаю на кружку сниму в вербанке я вообще часто туда заезжаю короче из воде я вручей там пробка начинает кобытого нет кобытого а шоу а пробка я ехала сегодня да там буксуют все я стояла стояла смотрю времени взгляд не отлично поехал там я за ним наглую нахрен начать делать если там не как я все-таки за ним проехала заработать на в и в в в в Ребят, что такое деньги? Да нет у меня пылья хамуха. Тёрла, тёрла. Только не съела как-то. Прочитала. Прочитала, короче. Горе пополам, да? Стоит свиница молочкой, да? Стоит скура. Ну я опять вот так вот проехала, короче говоря. Боношка загрузилась, собрала меня. Мужикому, пропустите меня. Я стою сегодня сегодня. Ещё день впереди, ещё утро, не ваш день. А может день ваш, а утро не ваш. А мне тут в ленте надавали семян, семена брокколи. Я не знаю, как их можно вырастить в горшочке. Написано посеять в почву туда-сюда и что-то должно вырасти. Но брокколи в домашних условиях это, мне кажется, нереально. И две коробочки дали с семенами лука. Их, улетел. Семена лука я ни разу не сеяла в домашних условиях. Так же, как и на огороде ни разу не сеяла. Надо попробовать посеять и то, и другое. А у меня, кстати, уже месяц как проклюнулся гранат. Это гранат. От тёти Клавы я брала семена. Сажала пару раз зимой. Но зимой ничего не получалось. Сейчас под весну, посмотрите, проклюнулся. Вот, неужели он у меня вырастет? Конечно, не верится. Но хочется надеяться, что я смогу вырастить дома маленькие, классненькие гранатики. А ещё перчик я уже показывала давно. Это острый перчик, который огонёк, или как он называется, на подоконнике растёт. Ай! Сажала его по осени. Вот это вот он зиму у меня прожил. Представляете, зиму простоял вот в таком вот виде под банкой. Но немножко-немножко поднимался. И вот сейчас он такой. Я не знаю, когда его пересаживать. Наверное, пусть ещё стоит в таком виде. И опять же, вдруг вырастет, вдруг получится. Я буду очень-очень рада. Рабочий день закончился. Я еду в Алберес. Наконец-то пришла мука для мамульки. Мука второго сорта. Ей показана, не противопоказана, а показана выпечка из муки второго сорта. Но у нас в городе ни муки этой нет, ни выпечки этой нет. По крайней мере, мы с папой не могли найти. Грязюка-муляка. Вот. И заказала на Валберес. Кстати, мама сегодня звонила, что-то так плохо себя чувствует. У неё 4 апреля плановая госпитализация, поэтому она ложится в больницу. А я сегодня получу муку. Сделаю ей хлебушку, хлебопечки с этой муки второго сорта. Сделаю ей печенюшки и завтра перед работой завезу. Они, наверное, будут спать. Я просто зайду, поставлю пакетик в коридоре, пускай отдыхают. Мама проснётся и ей будет с утра уже вкусный завтрак. И что вы думаете, всё зря добиралась? Сюда, кстати, по пробкам. Такие пробки в городе, не пойму из-за чего. Ничего такого нету, никаких катаклизмов. Вот, сейчас буду пытаться выехать. Может быть, кто-нибудь пропустит, потому что сзади меня очередь. Так вот, пункт Валберис не работает по техническим причинам. Ребят, ну пропустите, ну будьте вы человеками. Вот, по-моему, сзади пропускает, не? Пропускаешь ты меня? Спасибо. Спасибо, кажется, да. Так вот, хотела мамульку порадовать. Блин, зараза, что ещё и буксую. Хотела мамульку порадовать хлебушком, и не получается. Придётся завтра после работы ехать. Я надеюсь, заработает этот пункт. Почему так дороги-то загружены? Пятница. Сейчас я выйду и поблагодарю, поблагодарю тебя. Спасибо тебе большое. Поваричкой поблагодарила. Еду в обратную сторону, давай я тебя пропущу. Давай, давай. Такая же пробка, только в обратную сторону. Да что ж такое, а? Что с городом сегодня, непонятно. Я дома, подошло время ужина. И сейчас я буду пробовать свои печёночные пироженки. Вчера я их тут вымудривала. Что-то брала с интернета, что-то по-своему. Короче, вот такое вот получилось. И у меня есть два отварных яичка с мятку. Как обычно, общая порция у меня будет 250 грамм. Вот она моя порция. Здесь 255 грамм. И на вид это прилично. Сейчас посмотрим, какие эти штучки внутри. Давайте ломаться. Но они такие, знаете, они пушистенькие внутри. Вот так вот выглядят. Здесь у меня чесночок, манка, солька и всё. Попробовала так вкусненько. Надо не лениться. Надо изредка готовить как разнообразие. Очень даже хорошо. Поела немного. Знаете, чего? Наверное, немножко суховато. Добавила домашние штучки. Вот с ним будет само то. Он прилетел. Смотрите, он прилетел. У него полный рот. Маленький мой. Мой ты маленький. У него на ножке колечко. Ну куда ты? Куда ты? Ты мой хороший. Ты мой славненький. Гулечка, на лоджии окошко открыто. На лоджии открыто. Заходи туда. Заходи. Пойдём, я тебя позову. Пойдём. Пойдём, мой славный. Ты прилетел. Ты моя рыбочка. Ты моя рыбочка. Я тебя даже без колечка бы узнала. Ты вернулся. Ты мой славненький. Вы знаете, сейчас шла. И кажется, он сидел этажами двумя выше. Там не застеглённая лоджия. А у меня было закрыто. Он сидел вверху и курлыкал. Кажется, это был он. Сейчас я тебя позову. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Иди сюда. Иди, мой маленький. Иди, мой хороший. Иди сюда. Иди, мой птиц. Иди. Надо в кормушку насыпать зёрнышек. Сейчас я, наверное, так и сделаю. Сейчас начну открывать окно. Он слетит. Мой гульчик. Мой гульчик. Ты мой холёсый. Ты меня слышишь через окошко. Ты меня слышишь. Нормально выглядишь. Нормально. Никто тебя не трепал, нет? Всё было славно. Всё было хорошо. Ты мой сладенький. Ты мой славненький. Сейчас открою окошко. Не улетишь, может быть? Может посидишь? Сейчас быстро уберу всё. Ну что, насыпала и в кормушку, и по бокам. И вот туда вот там на ступенечку, на маленький подоконничек. Не знаю, прилетит или нету. Порхнул наверх. Тут другой прилетал. Синичка вон прилетела. Главное, он жив, здоров. С ней всё в порядке. Главное, он прилетает. Значит, он будет ещё не раз прилетать. Давай, Синичка, кушай ты. Всем можно кушать, всем. Я покушала, уже раз десять прибежала на лоджию. Всё заглядываю, выглядываю, но гулька не прилетела. Ладно, если он даже прилетит, будет видно, что корм разбросанный. Кокульки появятся. Вон голуби летают вдалеке. Ой, как здорово. Я так рада, что с ним всё в порядке. Я больше за него переживала, потому что он у меня живёт с маленького. Решка уже попала в неволю взрослой гулечкой. И у неё есть жизненный опыт. У этого же малька никакого жизненного опыта в голубинном деле нет. И поэтому я за него переживала больше. И очень-очень безумно рада видеть его здоровым. И что с ним всё в порядке. Прилетели гульки. Один клюёт, а второй, по-моему, мой сидит. Но издалека плохо вот разглядывать тебя. И лапку не видно. Мой, мой, конечно же мой. Слушайте, я прогнала этого гульку и хочу, чтобы мой подлетел, покушал. Ну давай, иди сюда. Иди, шейка длинная. Ты ещё ребёныш. Давай, 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 мой холёсы. Иди сюда. Иди сюда. Иди кушать. Иди ко мне. Иди, я тебя позову сейчас. Иди, гуля, гуля, моя гуля. Кошка открыла, чтобы он мой голос слышал. Моя гуля, гулечка. Иди, моя гуля, сюда. Иди сюда, мой гуленыш. Ну давай, давай. Пёрышки почистил. Иди, мой холёсенький. Ну иди сюда. Иди покушай. Он слышит голос, не может понять. Ты уже на веточках научился сидеть. Я вижу. Молодец. Так. Вот он. Видите? Вот его лапка помеченная. Кушай зёрнышки. Кушай маленькие. Вот молодец. Молодец. Специально рассыпала везде, потому что он, наверное, не догадается пока в кормушку залезть покушать. А с подоконника что-нибудь хоть ухватит. Да. Ты прилетай почаще. Особенно, когда я дома. Я буду всех прогонять. Тебя буду кормить. А потом остальных буду кормить. Давай, набирайся сил. Пока ты не научился сам ещё добывать себе толком еду, кушай здесь. Прилетай. Я тебя прошу. Я тебя умоляю просто, чтобы ты у меня не голодал. Голодать – это большое свинство. Как говорил папа Карло. Давай. Давай. Мой шлявный. Мой сладкий. Ты тут у меня харчами перебирал. Семечки он не ел. Выбрасывал. Потом что он? Что-то он ещё откидывал. Как она, каша-то называется? Перловка, да? Перловую кашу ты откидывал. Сейчас, наверное, уже ничего не будешь откидывать. Всё, будешь есть. Но пока, пока ещё там зёрнышки есть. Даже не пойму, чё он клюёт. По-моему, всё подряд клюёт. Давай, 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 кушай. Ааа. Давай, давай. Молочиночка. Молочинка ты моя. Прям. Прям ты моя прелесть. Ты моя прелесть. Я так рада. Как же я рада. Просто невероятно. Кстати, окно у меня не закрыто до конца. Я боюсь даже им шевелить и хлопать, чтобы он покушал. Стою, держу одной рукой окно, придерживаю, и он меня слышит. Да, окушка приоткрыта. Вот, видите, чуть-чуть тут дырочка, щёлочка. Чё мой шлачка, чё мой шлавный. На лоджию не захотел, там тоже еда есть. Ну ладно, и тут поешь, и тут поклюёшь. Ну. Вот так вот подобрал. Скользко лапкам, скользко тебе, да? Что смотришь? Что смотришь, моя ты квица, моя ты краля. Ой, чё ты такой худенький, кажется. Кажется, улетал пополнее был. Или мне так кажется, а? Шейка длинненькая такая. Подбирай, подбирай еду, молодец. Так, и по сторонам смотришь, тут кошек нет. И собак тоже, не волнуйся. Может, он меня выглядывает. Давай, давай, с этой стороны ещё есть. И там вот есть. Везде всё есть. Ты мой халюсик глупыш ещё такой. Такой глупыш, такой глупыш малыш. Ой, ну ничего, ничего. Возмужаешь, заматереешь. Будешь у меня тут самый главный на районе. Да, 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 всё правильно. Там тоже есть зёрнышки. Молодец. Вот перелетел и там внизу клюёт. Если мордочку засунешь вот сюда в эту кормушку, там вообще, там вообще много всего. Так, приехал, прилетел постарше Гули, согнал моего. Согнал моего малышонка. Малышонка согнала. Ну-ка, давай, что будешь делать? Не буду вмешиваться. Вот он собирает. О, всё пошло в ход. Всё, ну правда, кроме семечек. Вот. Всё, всё туда, в рот. Молодец. Понял, куда теперь прилетать? Ты понял? Ты здесь хозяин, ты здесь у меня главный, да. Ты будешь у меня на первом месте. Чё слетел-то? Ты ему чё-то сказал? Чё он слетел? Давай не гонять мне ребёнка. О, и сам слетел. Твернулся. Так. Кто на кого-то мурчит? Кто на кого урчит? Пёрушки почистили, она кофе пьёт и... Не могу от окна отойти. Ну как же я отойду? У меня тут ребёнок кушает. Ну никак. Так, этот подлетает. Малыш отходит, но не улетает. Слушайте, я того согнала, а мой не улетает. Молодец. Он ждёт, когда можно будет покушать. Кушай, кушай, кушай. Никого не слушай. Я тут. Я охраняю твой приём пищи. Чё там, всё кончилось? Иди туда садись. Садись туда, перелетай. Молодец, молодец. Давай, давай. Давай, умничка. Так, попробовать руку просунуть. Насыпать ещё зёрнышек на подоконник. Опа, опа. Ну он далеко не улетит. Здесь еда. Он сейчас вернётся. А у меня на завтра нет обеда. Есть куриная грудка. Сейчас я её порежу, потушу. И потом добавлю капусточку, лучок и томатик домашний. Сделаю грудку с капусточкой. Капусту я люблю. Грудку я люблю. Сочетание нормальное. Для моей диеты. Само то. Главное, я примастилась. Знаете, где я примастилась с этой грудкой? Возле окошка. Окошко приоткрыто. Один глаз у меня на Кавказ. Один не знаю куда. Смотрю туда прилетит лягулька. И буду резать оскурочку. Ну конечно он прилетел. Конечно он прилетел. Давай не бойся. Не бойся. Хватаешь. Окно приоткрыто. Тебя кто смущает? Или чего тебя смущает? Кушай, кушай. Я на тебя не смотрю. Давай. Буду заниматься своими делами. А то не оторваться от тебя. Я соскучилась. Так вот какой голодный. Ты у меня так не ел кстати. Ты меня вообще так не ел. Вообще ни разу, ни разу. А тут во какой голоднючий. Ну все. Теперь с голода не пропадешь. Теперь будешь знать куда прилетать. Подошла через время. Он уже клюет с самой кормушки. Понял как засовывать туда свою головку. Бедный. Ты голодный был. Ты голодный был такой. Никак не наешься. Это уже сколько? Он минут 10. Все клюет и клюет. Ты хоть не переедай. Еды много. Еды много. Бедняжка. Это когда я их выпускала? Это в среду. Сегодня пятница. Вот среда. Пол дня. Четверг. Вчера целый день. Ну вот нужно сказать двое суток. Полных двое суток. Он у меня на воле. Ну что то ж ты ел за эти двое суток. Наверное совсем не голодал. А? Я надеюсь. Да. Ты же умный гуль. Ты должен добывать себе еду. У нас в каждом дворе кормят голубей. И у дороги. У магазинов. Кто где. Люди выносят. Высыпают зернышки. Гульки уже знают эти места кормежек. Я надеюсь и мой гуль. Помимо этого моего места. Еще найдет себе где кормиться. Скоро уже снег сойдет. Сейчас под снегом в травке столько всяких вкусняшек будет. Да. Потом червячки всякие. Бабочки. Мотылечки. Я не знаю. Не ловят этих всяких насекомых. Наверное ловят. Надо окно будет помыть. С обратной стороны. Сейчас вроде уже не такие морозы. Мыло с той стороны. Все равно заляпалось. А там я не мыла. Надо помыть. Я ж теперь вас тут снимаю. Угу. Так все любопытно. Все интересно. Почему мальчик? Лене не оторваться тебе никак. Никак не оторваться. Что? Что, хороший? Все, ты наелся? Сейчас бы поспать, да? Сейчас бы поспать. Глаза такие сразу соловейшие. Все. Накусался. Скажи мне халя. Все, я наелся. Спасибо. Капусточка тушится. Масла здесь нет ни капельки. Поэтому такой бледненький вид. Там у меня еще шампиньоны. Укропчик. Лук зеленый. Петрушечка. Потом этот лук чеснок, как я его называю. Вот он воронежский сушеный. Потом стрелки чеснока перемолотые. Тоже сушеный. Короче, куча всяких приправочек. И за счет них блюдо получается очень вкусное. Все. Налепила мамульки печенюшек. Сейчас испеку. И на сегодня все. А с вами буду прощаться. Всем пока. Всех люблю. И конечно же до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok